В эфире утренняя информационная программа. В студии работает Гульнара Жандагулова. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Субтитры создавал DimaTorzok Третьи сутки в Туркестанской области продолжаются поиски семи человек, пропавших в горах. Спасатели, полицейские, сотрудники пограничной службы КНБ и волонтеры прочесывают все направления. К поискам привлекли даже профессиональных альпинистов и авиацию. Только за вчерашний день удалось облететь 950 квадратных километров территории на вертолете. Но пока поисковые работы не дали никаких результатов. Напомню, 21 мая группа туристов из семи человек отправилась в Сайрам-Угамский национальный парк. Вернуться обещали через три дня. Но с тех пор никто из туристов на связь с родными так и не выходил. В городах Казахстана продолжают нарушать карантинные ограничения. В Мангостаусской области и в Шимкенте оштрафованы владельцы развлекательных заведений. А в Фетропавловске увеличилось количество квартирных краж. Все подробности в хронике происшествий далее. Пожар тушили на медиплавильном заводе в Жесказгане. В цехе сгорел трансформатор и разлитое масло на площади 100 квадратных метров. В борьбе с огнем были задействованы 26 пожарных и 7 единиц техники. Пострадавших нет. Специалисты выясняют обстоятельства происшествия. Житель Нурсултана украл шуруповерт прямо с прилавка. Кража попала на камеру видеонаблюдения. В полицию города обратилась администрация магазина электроники. Стражи порядка задержали подозреваемого. Ранее судимый за кражу мужчина дал признательные показания. Украденный инструмент он продал незнакомцу на улице. По данному факту возбуждено уголовное дело. У жителей Петропавловска из квартиры украли 70 тысяч тенге. О пропаже денег они сообщили в полицию. По горячим следам полицейские задержали ранее судимого 40-летнего мужчину. Раскрыть преступление удалось благодаря камерам видеонаблюдения. Стоит отметить, что с начала года в Североказахстанской области зарегистрировали более 200 квартирных краж. Мангистаусские полицейские накрыли ночной клуб. Увеселительное заведение продолжало работать, несмотря на запрет. Посетители не соблюдали там масочный режим и социальную дистанцию. За нарушение карантинного режима администрация клуба привлечена к ответственности. Еще одно заведение было открыто, несмотря на карантинные ограничения, только уже в Шимкенте. В позднее время в одной из кальянных городов находились посетители, которые также не соблюдали масочный режим и дистанцию. Факт нарушения выявили полицейские в ходе рейда. Владельцу заведения грозит штраф. Житель Шимкента угнал машину в Таразе. 24-летний мужчина совершил преступление ночью. Авто марки ВАЗ-2114 позже был продан на запчасти. Молодого нарушителя закона задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Подозреваемый вину признал. По данному факту проводится досудебное расследование. Проблема с четвертьвековой историей. Почти 30 лет жители села Ярназар в Жамбулской области не могут добиться от властей строительства дороги. Речь идет об участке в 5 километров. Это ключевая дорожная артерия, соединяющая небольшие села районного центра друг с другом. Дороги настолько плохие, что по ним перестали курсировать автобусные маршруты. А на такси много не поездишь. Негодование сельчан выслушала моя коллега Анастасия Сульманова. Неасфальтированная дорога жителям села Ярназар доставляет большие неудобства. Сельчане говорят, что там, где заканчивается аул, вместе с ним и дорожное полотно. Люди с трудом добираются до соседних районов и городов. Вместо пяти минут на езду уходит целый час. Эта дорога составляет около пяти километров. Рядом когда-то была насосная станция, которая снабжала город Каратау водой. Вот до этого объекта доехать очень тяжело. Этой проблеме уже четверть века. Сельчане неоднократно обращались к местным властям. Но дальше пустых обещаний ничего не сдвинулось. Жители надеются, что чиновники все-таки обратят внимание на проблему бездорожья. Об этой проблеме мы говорим постоянно. Приезжавшие к нам избираемые депутаты все время отвечали. Обязательно сделаем. Обещают и уходят. Дороги как не было, так и нет. Приезжает Аким района, и он не реагирует. Только и слышим обещания. Акимы часто меняются. Мы даже их не знаем. Из села Ерназар Жамбулского района в город Каратау сельчане возят продавать молочную продукцию. Страдают от бездорожья и жители еще нескольких соседних сел. В последние годы здесь перестали ездить и автобусы. Нам нужно решить эту многолетнюю проблему. Необходимо проложить дорогу и построить мост. Автобус тоже необходимо запустить. На такси ездить не все могут себе позволить. Трасса Койгельды Ерназар, которую просят проложить жители, соединяет между собой Таласский и Жамбулский районы. Не асфальтированы почти 5 километров пути. В свое время эту часть просто засыпали щебнем. Начало работ будет зависеть от экспертизы. Возможно, в течение месяца начнем строительство дороги. После экспертизы проведем конкурс и определим подрядчика. На 5 километров дороги будет затрачено 18 миллионов тенге. Если дорогу все-таки построят, то увеличится интенсивность движения автомашин. И появится свободное передвижение у жителей шести отдаленных населенных пунктов. Следовательно, откроются магазины, СТО, заправки и столовые. Все это придаст новый импульс развитию малого бизнеса. Но сельчане пока скептически относятся к обещаниям местных властей, которые почти 30 лет были равнодушны к этой проблеме. В Актау разгорается жилищный скандал. Дольщики жилого комплекса «Махабат» уже 4 года ждут своих квартир. Большая часть людей внесла 80% от стоимости жилья. Многие оплатили полностью. По словам возмущенных граждан, за годы ожидания обращались и в правоохранительные органы. Они построят, вернут покупателю квартиру все денежные средства без удержания комиссии в течение трех месяцев. Показывая гарантийное письмо, многодетный отец Бекжан Бекберов признается, боится расторгнуть договор и не увидеть потом денег. Мужчина должен был вселиться в четырехкомнатную квартиру еще в марте прошлого года. За нее он вложил почти 20 миллионов тенге. Но пятый этаж, где должны располагаться его заветные квадратные метры, даже не построен. Думал, буду жить с семьей в квартире, где 146 квадратов, но строительство затянулось надолго. Я два с половиной года снимал жилье за 90 тысяч тенге. Устал, сумма не маленькая. Теперь живу у родственников. Когда все это закончится? По проекту жилой комплекс состоит из пяти многоквартирных домов. Сейчас судьбой своих квартир обеспокоены 500 дольщиков, которые уже не верят обещаниям застройщиков и властей. На стройплощадку пригласили и тех, и других. Как выяснилось, руководство компании поменялось в октябре прошлого года. Счета компании были арестованы. Была задолженность у них большая перед другими компаниями, с поставщиками стройматериалов и так далее. Внутренние дела компании, конечно, мы не лезем в финансовые дела. Но вот со слов руководства именно такая ситуация была. Эти вопросы, естественно, на сегодняшний день закрыты. Наличие материалов основных, то, что сейчас необходимо, у них есть. Мы это посмотрели, увидели, есть. Возможность производить оплату за труд рабочих тоже имеется. Только вот рабочих не хватает. Сейчас на стройплощадке трудится около 60 человек. Еще необходимо 100 специалистов. Акимат обещал помочь в этом вопросе. Уже проведены переговоры с четырьмя застройщиками Актау с просьбой выделить рабочих для завершения строительства. Стройка возобновилась с ноября прошлого года. На сегодняшний момент также сделаны два подъезда. Поэтапно делают сантехнические работы, электрические работы все проделаны. Корпус 2 и корпус 1 предполагаем окончание строительства в этом году. До конца года ориентировочно срок – ноябрь месяц. В перспективе работа над третьим и четвертым корпусами. Предполагается, что люди отметят там новоселье в следующем году. А вот владельцам квартир пятого дома придется подождать до 2023 года. В том числе и многодетному отцу Бегжану Бегберову. Тамара Степанова, Саламат Бегбаев, Актау, Хабар, 24. И как только что стало известно, спасатели с раннего утра возобновили поиски семи пропавших туристов в Туркестанской области. Нам удалось поговорить с начальником областного ДЧС. И вот что он говорит. Проводили вчера два облета в Толибийском районе. И облет составил около 950 километров. К сожалению, вчера поиски результатов не дали. Сегодня планируется 8 часов вылет вертолета по данному маршруту. И в составе команды будут находиться альпинисты опытные. Они будут нам подсказывать направление, возможные пути пропавших людей. Казахстанские предприниматели стали чаще обращаться в банки за кредитами. С начала года займы юридических лиц выросли более чем на 5%. На их долю приходится более четверти общего судного портфеля БВУ. Одна из возможных причин – нехватка оборотных средств для развития бизнеса. Многие отрасли только восстанавливаются после прошлогоднего удара пандемии. К эфиру присоединяется наш экономический обозреватель Нидера Тегжанова. Нидера, а какие риски несет эта ситуация? Гульнар, с учетом того, что растет доля кредитов с просроченной задолженностью, то риски определенно есть, причем как для банков, так и для самих предпринимателей. Расскажу об этом прямо сейчас. Более 10,5% от судного портфеля банков занимает доля кредитов с просроченной задолженностью. По данным Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, в денежном выражении сумма превысила 1,5 трлн тенге. Свыше трлн приходится на займы с просрочкой более 90 дней. Число таких проблемных кредитов тоже выросло с начала года. Как сообщает независимый эксперт по банковским вопросам Нуржан Биакаев, более половины приходится на физические лица, но есть и доля займов малого и среднего бизнеса. Тем не менее, в первом квартале года банки одобрили 85% новых заявок, поступивших от предпринимателей. По мнению эксперта, финансовые институты заинтересованы как в продвижении собственных продуктов, так и в льготных программах, субсидируемых государством. В обоих случаях они получают хорошие доходы по процентному вознаграждению. Для бизнесменов новый кредит – шанс восстановиться и поставить дело на ноги, пусть и рискуя порой собственным имуществом. В условиях действующего карантина и пандемии нельзя твердо говорить о том, что возвратность данных кредитов в 100% выражения нет. Наоборот, по итогам первого квартала доля просроченных кредитов НПЛ 90+, у нас только возрастает. Это порядка 8-9% от общего консолидированного судного портфеля всех банков. Поэтому, я так полагаю, что и в этом году правительство акцентировало свое, скажем так, видение на том, что необходимо продолжить меры господдержки в отношении субъектов малого и среднего бизнеса именно в предоставлении отсрочек. Пандемия коронавируса обнажила все проблемы казахстанского бизнеса, говорит уполномоченный по защите прав предпринимателей Рустам Журсунов. По его сведениям, всего пострадали около миллиона компаний. У 60% снизился уровень доходов. Основной удар приняла на себя сфера услуг, где задействовано свыше 800 тысяч предпринимателей. Это розничная торговля, транспорт, гостиничный бизнес, общепит сферы развлечения и отдыха. Однако бизнес все же адаптируется к новым реалиям. Если нерентабельные объекты закрываются, то на их смену приходят другие. Причем их все больше. По сведениям Рустама Журсунова, с 1 марта прошлого года по март текущего в стране прекратили деятельность свыше 174 тысяч индивидуальных предпринимателей. В то же время появилось более 190 тысяч новых субъектов бизнеса. Юридических лиц стало почти вдвое больше, чем было. Бизнес-омбудсмен напоминает, что представители наиболее пострадавших отраслей все еще могут воспользоваться отсрочкой по кредитам. Напомню, в прошлом году такую помощь предоставили свыше 18 тысячам казахстанских предпринимателей. По программе льготного кредитования с 8% ставкой выдано более 3000 займов на 387 миллиардов тенге. Мерой поддержки на сегодня охвачено 346 видов экономической деятельности. Для получения отсрочки по займам необходимо обратиться с заявлением в кредитную организацию. Сделать это можно по электронной почте, мобильному приложению до 30 июня 2021 года. Субъекты среднего предпринимательства в дополнение к заявлению прилагают и документы, подтверждающие ухудшение финансового состояния. Свыше триллиона 300 тысяч тенге поступило из ЕНПФ на спецсчета казахстанцев, открытых в отбасы банки. 140 миллиардов вернули обратно, как неиспользованные в течение установленного срока. За счет единовременных пенсионных выплат улучшили жилищные условия и погасили задолженности по ипотечным займам почти 160 тысяч жителей страны. Лечение оплатили только около 5000 клиентов. В целом, возможностью потратить часть пенсионных накоплений на самые важные цели смогли воспользоваться более 109 тысяч мужчин. Женщины в общем списке составили лишь треть. Как сообщают в уполномоченном операторе, на первом месте по использованию пенсионных выплат жители Мангистаусской области потратившие около 280 миллиардов тенге. На втором месте жители столицы и замыкают тройку лидеров в город Алматы. Добавлю, в отбасы банки также сообщили, что завершили прием заявок на участие в программе Бахаттутбасы. Всего от казахстанских семей поступило свыше 38 тысяч обращений. Результаты разместят на сайте банка до 14 июня. И к международным новостям. В мире рекордно дорожает кофе. Цены на популярный сорт арабика на лондонской бирже Айс превысили 4-летние максимумы. Июльские контракты вчера торговались выше 1570 долларов за фунт. Позже цена снизилась примерно на 200 долларов. Как сообщает Trading Economics, ажиотаж на рынке возник из-за засухи и сокращения поставок из Бразилии, производители которой пытаются пересмотреть свои контракты. В свою очередь колумбийские экспортеры кофе из-за протеста в стране столкнулись с проблемами в области логистики. Отмечу, ранее в издании Financial Times сообщали о возможном подорожании еще одного излюбленного напитка казахстанцев – индийского чая. Дело в том, что на плантациях штата Асам сейчас происходит массовое заражение коронавирусом. В итоге к началу сезона здесь произвели на 13 миллионов килограммов чая, меньше, чем в предыдущие годы. И официальный курс на сегодняшнее утро. Доллар стоит 428 тенге 48 тенов, евро 522 тенге 45 тенов и российский рубль 5 тенге 83 тена. Башар Асад победил на президентских выборах в Сирии. Он набрал 95% голосов. Явка избирателей составила 78% или больше 14 миллионов сирийцев. В предвыборной гонке участвовали три кандидата, при этом заявки подали в общей сложности 51 человек, но по разным причинам большей части из них отказали. Среди требований к кандидату быть мусульманином старше 40 лет и не иметь гражданства других стран. Отмечу, Асад занимает пост президента с начала нулевых. На этой должности он сменил своего отца Хафеза Асада, который руководил страной 29 лет. Ряд европейских стран и США заявили, что не считают выборы честными и свободными, поскольку в Сирии вот уже больше 10 лет продолжается гражданская война. Почти 80% сирийцев живут в бедности. Многие из граждан за поиском лучшей жизни эмигрировали в другие страны. Администрация США сообщила России, что не намерена возвращаться к договору по открытому небу. Такое решение американские власти приняли после проверки, которую инициировала администрация Джо Байдена. В селе остается только соглашение о контроле над вооружениями между Россией и США. Напомню, Вашингтон вышел из договора в ноябре прошлого года. Поводом по утверждению администрации прошлого американского президента Дональда Трампа стали неоднократные нарушения со стороны Москвы. В свою очередь российская сторона поступила аналогично, но в мае этого года Москва заявила о последнем шансе сохранить соглашение. Напомню, договор по открытому небу был подписан в 1992 году. Его участниками были 35 государств. Документ разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности. Получившие обе дозы вакцины спутник ВИА в случае заражения ковидом имеют в 14 раз меньший риск перенести его в средне-тяжелой и тяжелой форме. При этом вакцинированные не выделяют жизнеспособный вирус и не являются источником опасности для окружающих. Об этом заявили разработчики вакцины в ходе международного конгресса Оргздрав. По данным центра Гамалеи, в России на данный момент полностью вакцинировались всего 10% населения. Первый компонент вакцины получили 17 миллионов россиян, сообщили в Минздраве. Ранее власти страны заявляли, что коллективный иммунитет в России будет сформирован к осени этого года. Для этого необходимо вакцинировать как минимум 60% взрослого населения. Однако, по мнению специалистов, учитывая низкую динамику прививочной кампании, добиться коллективного иммунитета к осени будет сложно. Нереально. Учитывая те достаточно ограниченные темпы вакцинации, не очень высокие, прямо скажем, по сравнению с другими странами мира, я думаю, что до лета мы не сможем получить коллективный иммунитет. Я думаю, что это возможно к концу года, может быть, даже в начале следующего года. У нас достаточное количество вакцин и в центральных городах, и в регионах. Это, в общем-то, следствие недостаточно, так сказать, информационной подготовки. Тем временем, вакцинация подростков в Германии может начаться уже в июне. Прививать собираются препаратом BioNTech Pfizer, но только после того, как Европейское агентство по лекарственным средствам даст разрешение использовать эту вакцину для школьников. Такое решение немецкие власти приняли по итогам саммита с участием Ангелы Меркель. Как отметила сама канцлер, если вакцина пройдет регистрацию, то в Германии детей старше 12 лет включат в программу иммунизации уже 7 июня. Политики подчеркивают, что кампания будет проходить добровольно. Тем временем немецкие СМИ сообщают, европейский регулятор может одобрить BioNTech Pfizer для подростков уже в ближайшие дни. А я напомню, в следующем месяце в Германии стартует массовая вакцинация. Каждый желающий, независимо от возраста и профессии, сможет бесплатно получить антиковидный препарат. Еще в феврале мы поставили цель дать всем жителям Германии возможность привиться. Она будет исполнена до конца лета. Программа коснется и детей от 12 до 16 лет. Препарат BioNTech уже разрешен с 16 лет. В ближайшее время мы ожидаем одобрения от Европейского агентства по лекарственным средствам. И как только мы его получим, то начнем вакцинацию детей старше 12 лет. Бельгия на пороге отмены основных карантинных мер по доотмены масок, конечно, еще далеко. Но число пациентов с коронавирусом в отделениях реанимации стало меньше установленного властями порога в 500 человек. Это главное условие для смягчения мер ограничения, запланированного на 9 июня. Еще одно из условий возвращения к более свободному образу жизни. До 80% граждан из группы риска должны получить к этой дате первую дозу вакцин. Как проходит кампания по иммунизации в главном центре вакцинации Брюсселя, репортаж нашего СОПКОРа в Бельгии Жанат Эрнст. Мы находимся в самом крупном центре вакцинации Брюсселя под названием Хайзл. В обычное допандемическое время здесь проходили крупные выставки типа Экспо, в том числе и мировые, общеевропейские. А сегодня здесь получают прививки до 3000 человек в день препаратами двух мировых производителей AstraZeneca и Pfizer-BioNTech. В самом начале мы испытывали некоторые сложности. К тому же граждане не могли в первое время записаться на прививку через новую электронную платформу. Но сейчас уже все в порядке. Если месяц назад у нас еще были проблемы с логистикой препаратов, то сегодня поставки наладились. На каждое посещение в центре рассчитано 45 минут, из которых полчаса – это период наблюдения за пациентом после инъекции. И здесь все сделано для того, чтобы это время проходило для граждан в самых комфортных условиях. Просторное помещение зала ожидания хорошо проветривается. Пациенты окружены зелеными насаждениями и легкой музыкой. В центре есть все условия и для вакцинации людей с ограниченными возможностями. Все прошло хорошо, без проблем. Это уже вторая доза Pfizer. У меня не было осложнений. И в первый раз никакой аллергии или кожной реакции, волнений или головной боли. У моей жены была небольшая воспалительная реакция, которая прошла через три дня. Почему я пришел на прививку? Я уверен, что нам нужно достичь коллективного иммунитета. Для чего нужно привить достаточное число людей, чтобы остановить болезнь. И я верю в науку и медицину. Но все же с использованием вакцин некоторых производителей за все время иммунизации иногда возникали определенные проблемы. Если на старте прививочной кампании вторую дозу препарата AstraZeneca предлагали получить только через 12 недель, то сейчас период между двумя дозами сократился уже до двух месяцев. К сожалению, из-за летального случая после получения вакцины Johnson & Johnson молодой женщиной вне центра вакцинации, этот препарат в Бельгии делают теперь только людям старше 41 года. Мы ожидаем полной информации по анализу этой ситуации и возможным новым правилам. Но для нас ничего не поменяется, поскольку мы не получаем этот препарат. Как однодозная, эта вакцина удобна для иммунизации людей на дому, болеющих или инвалидов, которые не могут прийти в центр вакцинации. Для обслуживания 3000 пациентов, прививающихся здесь ежедневно, в центре работают всего 90 сотрудников. Половина из них – медики, врачи, средний медперсонал и фармацевты. Вторую часть составляют технические работники. Центр работает с 8 утра до 5 часов вечера, но с ожидаемым ростом объема поставок препаратов со следующей недели здесь планируют перейти на 12-часовой рабочий день, увеличив число пациентов до 5000 в день. Вакцинация в нашей стране уже дает свои плоды. Распространение инфекции идет на спад. В реанимациях сегодня находится уже меньше 500 человек. Это условие необходимо для того, чтобы с 9 июня получить больше свободы для полного открытия ресторанов и возобновления зарубежных поездок, поскольку Бельгия – одно из первых в ЕС, готова будет внедрить зеленые сертификаты вакцинации до начала июля. Всего с момента начала вакцинации в этом центре прививки получили около 133 тысяч человек. И уже в июне, по словам руководителей этого центра, эту цифру хотят увеличить в полтора раза. Жанна Атерна, Жумар Тахметов, Хабар, 24, Бельгия, Брюссель. Далее программа «Между строк». Мы вернемся и продолжим. Зарубежные инвестиции США перестали работать. Нужны новые бизнес-модели, пишет Foreign Policy. Некоторые из них предлагают статьи для издания бывший дипломат США Уолтер Керр и его коллега из Стэнфордского университета Майя Гудзар. Президент Джо Байден предложил увеличить расходы США на международные отношения на 6 миллиардов 800 миллионов долларов, в том числе на 10% увеличить финансирование агентства США по международному развитию. Отчет 2019 года, в котором рассматривали расходы за три года, показал, многие контракты агентства достигают только половины запланированных целей. Авторы статьи считают, что ведомство расходует средства так неэффективно, потому что оно попало в зависимость от крупных и неэффективных государственных подрядчиков по всему миру. Каждый год ему приходится распределять более 20 миллиардов долларов, и иногда большая часть средств уходит лишь малой части организаций. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, агентству США по международному развитию нужно возродить процедуру закупок, убеждены Керр и Гудзар. Нужно отойти от старых подрядчиков, чаще использовать программы, в которых оплачиваться будет достигнутый результат, и увеличить количество инициатив, которые бы облегчали малым и средним предприятиям, расположенным в странах с низким и средним доходом, процесс работы с крупнейшим в мире агентством по развитию, предлагают решения эксперты. Малые компании более пластичны, чем гигантские подрядчики. Кроме того, местные организации лучше знакомы с проблемами, требующими решения, и больше заинтересованы в достижении хорошего результата, указывают авторы Foreign Policy. Гибралтар после Брексита. Как изменилась жизнь заморской территории Великобритании в материале Euronews. Население Гибралтара пока не слишком ощутило последствия Брексита в повседневной жизни, указывает журналист Хуан Карлос де Сантос. Зато для мелких бизнесменов увеличился бумагооборот, и в этой связи они вынуждены поднять цены на товары. Удлинились сроки, особенно если речь идет о доставке из Британии. Бюрократия усложнилась, поэтому и цены выросли. Других проблем, кроме существенного усложнения бюрократических процедур, не возникло, объясняют предприниматели. Расположенный на границе с Испанией Гибралтар – это британская территория, на которой неминуемо отразился выход Британии из ЕС. Согласно Временному соглашению, на территорию Гибралтара распространяется часть договоров, действующих в Европейском Союзе. Например, Шенгенское соглашение и таможенный режим для перевозки товаров, указывает Euronews. Это позволяет обеспечить бесперебойное передвижение на границе с Испанией после Брексита. Постоянное же соглашение должно вступить в действие к концу июня. В Гибралтаре живет примерно 15 тысяч человек, профессиональная карьера которых практически полностью зависит от будущего договора. Объем европейского импорта в Гибралтар составляет примерно полтора миллиарда евро. В Самуа впервые избрали женщину на пост премьер-министра. Ею стала Фиаме Наоми Матаафа. Присягу Матаафа принесла в палатки на улице. Ее не пустили в здание парламента. СНН объясняет, партия Матаафы победила на выборах и закончила почти 40-летнее правление партии во главе с премьер-министром Туилаэпа Саилаэле Мали Елигаои. Но теперь уже бывший премьер отказался добровольно передавать власть. А президент в ночь накануне присяги вовсе отменил собрание без объяснения причин. Верховный суд признал решение незаконным. Партия Матаафы прибыла в парламент, но предыдущее правительство не пустило их в здание. В итоге Матаафе пришлось приносить присягу на улице в палатке возле парламента. Бывший премьер-министр Мали Елигаои заявил, что против победившей партии примут санкции и назвал их действия государственной изменой. Официально события в Самуа назвали конституционным кризисом. Соседнее государство Микронезия сразу признала Матаафу новым премьер-министром. Почему некоторых людей раздражают звуки жевания и питья? Нейробиологи из университета Нью-Касла с помощью МРТ установили точную причину этого явления. Подробности сообщает газета Guardian. Оказалось, причина в особенностях работы мозга сверхчувствительных людей. Их слуховая кора слишком сильно связана с моторной областью. Когда такие люди слышат звуки жевания и глотания, их область мозга, участвующая в движении рта и глотки, становится сверхактивной. Мы предполагаем, что громкое жевание, издаваемое окружающими, активирует двигательную область, даже если человек только слышит звук. Этот звук будто пытается побудить организм к запуску процесса поглощения еды. Но полноценной активации при этом не происходит, отчего человек испытывает дискомфорт и раздражение, говорит доктор Сухбендер Кумар, нейробиолог из университета Нью-Касла. Открытие подтвердило гипотезу, что негативная реакция на звуки дыхания или потребления еды – это нейробиологическая аномалия, а не черта характера. Зеркальные нейроны, которые отвечают за сопереживание и чувство общности, излишне остро реагируют на поглощение еды. Вы смотрите новости, мы продолжаем. Глава Союза врачей Японии заявил, что после Олимпиады в Токио может появиться новый штамм коронавируса. По мнению специалиста, если игры спровоцируют очередную мутацию, то ее назовут в честь соревнований олимпийской. Это, в свою очередь, станет большой трагедией и объектом для критики на протяжении следующих 100 лет, констатировал доктор и призвал отказаться от проведения спортивного события. Отмечу, в правительстве страны не раз заявляли, что намерены провести предстоящие старты, несмотря ни на что. Однако в японском обществе не утихают споры по поводу безопасности столь масштабного мероприятия во время пандемии. Все различные штаммы и мутации вируса, существующие в различных точках планеты, появятся у нас, в Токио. И нельзя отрицать возможность появления нового штамма коронавируса после игр. О казахстанских новостях спорта расскажем после рекламы. Не переключайтесь. Субтитры предоставил DimaTorzok 50 новых производителей медицинских масок появились в стране с начала года. Правда, как оказалось, только половина из них имеет официальную лицензию на фармацевтическую деятельность. С чем связан такой бум и почему он опасен, расскажет Эгерим Бабиш. Если в прошлом году в стране было всего лишь 6 зарегистрированных производителей медицинских масок, то в этом их количество увеличилось в 8 раз. Оно и неудивительно. В период пандемии это средство защиты стало неотъемлемой частью жизни. Но, как выяснилось, не у всех изготовителей есть лицензия, регистрационное удостоверение и сертификат соответствия. То есть основной перечень необходимых документов. Однако, это не единственная проблема. У некоторых отечественных производителей существует затоваривание складов. То есть они произвели, скажем, по 2-3 миллиона, и у них на складах это хранится. Так как они не могут по такой дешевой цене поставлять, им это невыгодно. Хотелось бы, конечно, чтобы они осуществляли свои продажи на экспорт, но нас сдерживает приказ Министерства здравоохранения, который запрещает экспорт, вывоз СИЗов, в том числе масок, защитных костюмов и перчаток. Себестоимость качественной маски за штуку от 6 до 8 тенге. Однако, отечественным производителям невыгодно продавать их по такой цене. Чтобы компании не работали себе в убыток, стоимость качественного медицинского изделия должна превышать 20 тенге. Но сколько бы ни стоили маски, большая часть жителей не считает их ношение чем-то обязательным. Носят, где мало знакомая обстановка, то есть много народов. В основном, где, скажем, в рабочей обстановке обычно не носят. То есть, если приходишь на работу, то там обычно никто не носит уже. Ну, как потеряют, так сразу. А как часто меняется? Ну, неделю один раз, может быть, потому что она мне особо не нужна, в принципе. Я последнюю партию, там, патчик 3 или 4 покупал. Поэтому уже месяца 2-3 уже не покупал маски. С начала года спрос на маски постепенно снижается, что приводит к уменьшению производительности. Вот и складывается благоприятный момент для появления на рынке нечистых на руку сбытчиков. Как правило, цена у них дешевле, но качество оставляет желать лучшего. Материал может вызвать аллергию, да и дышать через нее весьма затруднительно. Как бы ни получилось, как в известной пословице, когда скупому пришлось заплатить дважды. Айгерим Бабиш, Жандос Битабаров, Хабар, 24. Как выборность Акимов может стать единым политическим КПИ для них и для регионов? И станет ли Казахстан новым криптоцентром мира? Подробно через несколько секунд в программе «Репост». Привет всем, кто сейчас смотрит канал «Хабар-24». В эфире «Репост». Интересных новостей в сети сегодня достаточно. И о них расскажу я, Юлия Латупова. Счительки обсуждают изменения в системе выборов после подписания закона президентом Казахстана. Документ не только регламентирует выборы Акимов, сельских округов, поселков и городов районного значения, но и меняет ряд положений выборов вообще. Комментаторы посчитали, что выборность руководителей на местах может стать единым политическим КПИ для них самих и для регионов. В целом, это решение говорит о налаживании такой системы работы внутри политического блока, когда все связанные целью элементы – администрация президента, Акимы и зам Акимы – начнут работать на одну общую цель. И инстаграмеры, предвещая скептический настрой, пишут, что на выходе мы должны получить выборы нового формата, а не погоню с заявкой и процентами в поддержку чьих-то интересов любыми средствами. И еще один немаловажный момент – теперь уровень доверия выбираемым Акимам может стать показателем с прямой корреляцией с показателями социально-экономического развития села или города. И комментаторы добавляют, что жители ждут от них только одного – чтобы выбранные Акимы работали на улучшение качества жизни, а не на улучшение результатов статистики, ведь намного проще достичь цели, показав просто красивые цифры на бумаге. А это крайне кривая конструкция. Но подытоживает новость автор телеграм-канала «Казахстан» и «Все-все-все». В целом в нашей политической жизни все больше выборов, и они все жестче и ближе к народу. Дальше уже больше от самих людей зависит, насколько эти выборы будут успешны или нет. После решения Можилиса облагать майнинг, фермы и дата-центры дополнительным налогом – один тенге за один киловатт-час электроэнергии – телеграммеры решили рассказать суть истории. В криптое у нас относительно все хорошо. Наши вычислительные способности – топ-4 в мире, 6% от способностей. И в этом плане мы вполне можем стать топ-2 по миру. У нас работают 17 майнинг-фермы, приносят они в месяц крипты на 18-28 миллионов долларов. Для того, чтобы стать криптоцентром, у нас есть все, пишут сетевики. У нас относительно небольшие налоги, дешевое электричество, стабильная обстановка, и мы спокойно можем занять топ-2 по добыче крипты. Если развиваться в крипто-направлении, лучше нас в этом плане будет только Китай. Но мы не запрещаем крипту, а значит, на нашу биржу будут залетать больше иностранных инвесторов. Комментаторы шутят, что главное теперь не упустить момент, как получилось с биткоинами в нулевые. Где-то в современном мире – геочаты, введение криптовалюты и электронных кошельков, где находимся мы, чипирование населения и мировое господство, кого – придумайте сами. Телеграмеры рассказывают о том, что у команды-инициаторов закона есть шансы прийти к точке невозврата, и дают интересное наблюдение. Кроме майнинг-ферм мы можем также поиметь от криптобиржи. МФЦА уже заряжены запускать криптобиржу, которая сможет в ближайшие сроки принести государству до 80 миллиардов тенге налогов. Но все стопорится из-за того, что наши хотят высасывать как можно больше из крипто-темы. Обложить это жесткими налогами, отпугнуть инвесторов и упустить еще один шанс страны на процветание. И сетевики ссылаются на опыт Ирландии в период доткомов, где в нулевые были самые низкие налоги в Европе. И из-за этого там разместились Google, Microsoft и прочие айти-батыры. Эти компании создали в Дубле нерабочие места, а теперь и компании, и город Плюси нам нужно следовать таким же путем. Но во время доткомов в нашей стране было всего 10-15 лет, и было вообще не до этого. Сейчас мы можем запрыгнуть в крипто-тему и стать одним из крипто-центров мира, где будет вертеться куча тенов, а Казахстан наконец-то сможет сойти с нефти иглой. Но это будет возможным только если мы начнем видеть дальше своего носа. МФЦА дадут запустить криптобиржу и не будут создавать новые барьеры налоги на пути к процветанию. Подытоживают авторы телеграм-канала Буртиин. И закончим сегодня отличной новостью. Телеканал Хабар запускает первое в Казахстане эко-реалити-шоу «Эко-Микен», победитель которого получит уникальную возможность реализовать собственный эко-проект и 10 миллионов тенге. Подать заявку на участие в проекте можно до 3 июня на сайте канала. Состав сезона определят по интернет-голосованию. А от своей редакции скажем, мы невероятно гордимся тем, что агентство делает первый и единственный в этой тематике проект в стране, который объединит, расскажет о новых идеях, даст возможность участникам их презентовать и реализовать. В соцсетях есть еще много интересного. Заходите и читайте. Вид гигантских черепах, считавшийся вымершими 100 лет назад, обнаружили власти Эквадора. Особь, позволившая совершить это открытие, была найдена на одном из островов Галапагосского архипелага. Исследователи также нашли биоматериалы, свидетельствующие о наличии на других подобных черепахах в дикой природе. Позже ученые из Ельского университета сравнили генетический материал черепахи с останками представителя этого вида, последний раз встречавшегося в 1906 году. Образцы показали стопроцентное совпадание. Теперь зоологи готовят новую экспедицию для поиска этих присмыкающихся в попытке спасти вид. Ей от 80 до 100 лет. Она весит порядка 30 килограммов. Эта черепаха очень старая и легкая. Все из-за размеров. Сама по себе она невелика, потому что долгое время жила в замкнутом пространстве. И на этом пока все. Все наши выпуски доступны на YouTube. Всего доброго и до свидания.